прорыви танни из весенней беларуси апрель месяц нашей прорудики благополучно перезимовали красота распрекрасная что интересно острова перезимовали не то что во льду или под снегом а просто подо льдом под снегом просто в воде были и в итоге я вот эти толстые когда все начал дружно таять толстые куски льда эти снимался с травов и они благополучно повсплывали из-под воды началось маленького прудика в принципе просто сижу так хорошо на скамеечке качалочки ты и катаюсь и так хорошо приятно солнышко красота в этом прудике что интересно глубина 60 сантиметров и здесь перезимовали 4 золотых карасика один неокрашенный и три таких окрашенных отлично перезимовали и заметила их когда они в начали появляться ранней весной в проруби потому что им явно уже не хватало кислорода там вонял от этой воды и все такое ну в итоге я неокрашенного карасика пересадил в бассейн потом как-нибудь сниму ролик про наш бассейн расскажу как мы его строили за копейки одного окрашенного с красивыми пятнышками красненькими пересадил к большим рыбкам в большой прудик и оставил двух таких слабо окрашенных в одной там кончики плавничков красненький а вторая полностью была желтенькая ну и в итоге вот что было обидно вот эта желтенькая почему-то погибла я таки не понял вроде перезимовала все было замечательно все было отлично и она всплыла кверху брюшком здесь плавает одна красноперочка как я ее называю так что интересно просто очень-очень удивительно что в маленьком прудике глубину 60 сантиметров при морозах 30 градусов перезимовали вот эти четыре несчастные рыбки но мне кажется были по не покрупнее то они бы и не перезимовали что нас по большому прудику по большому прудику рыбки замечательно перезимовали одичали за зиму щемятся от меня по углам но я думаю концу лета мы с ними подружимся как только снег сошел со льдом то сразу они появились здесь то же самое в принципе из потерь у меня погибло три рыбки получается одна зимой всплыла с краснухой я пересадил соседний прудик где она благополучно погибла и 2 уже из-подо льда показались уже разбухшие раздутые мертвые блядные получается что они погибли за зиму но крупные рыбки беременные самочки были с икрой показала вскрытие так что коты поели еще и и корочки у нас мы все что все что умирает мы скармливаем местной живности острова тоже самое перезимовали подо льдом под водой я такие толстые куски льда с них просто снимал и они всплывали ну и вроде как перезимовали и рис растет и травка растет и он единственная потеря была кормушка кормушка развалилась полностью остались только трубки плавать ну вынул собрал положил в принципе не вижу особого смысла от этих от этой кормушки мои рыбки питались а вот красномордик всплыл которого пересадил с маленького прудика толстенький какой так красномордик так на чем я становился ну короче смысла в ней не вижу но раз есть то пусть будет раз старался делал то пусть будет буду бросать сюда плавающий корм при приучать их питаться в одном месте чтобы не слишком летом прошлом кормил их прикормку покупал для карасей рыбацкую специальную но она тонет я не видел сколько они ели бросал ее в принципе сыпал тут от души в эту кормушку и там было еще под низом как это сказать с сделано из чего короче стюли сделанная поддон был такой туда все это сыпалось но на поддоне там валяла всякая гадость этого все не было в принципе может и кушали может не кушали кто их знает так что у нас тут жалею очень что сделал такой водослив дождевой для дождевой воды надо было просто сделать вот как там поменял немножко слив положил такую же трубу и просто обернул ее мхом подойду ближе покажу в принципе все перезимовала все улитки и ракушки и все ползают камыш рогоз начал расти аир начал там дружненько всплывать красота какая что маловатенько но это еще муж еще по всплывают кверху пузиками маленькие мои ну в принципе рыбки большие надо будет я уже кстати подкормил бросил пару гранул сухого кошачьего корма кит самого дешевого китика это не по нашими не окрашены что ли плавает озверела лишь выловил неокрашены бросил нек китик это и в принципе уже их не вижу значит или съели ли утонул бросил еще им сушку какую-то тоже видимо покушали немножко но мне кажется надо поэкспериментировать еще раз и кажется что они уже голодники подтеплела подогрелась надо можно и кушать болотцы что у нас перезимовала тоже было полностью под снегом подо льдом водичка прозрачненькая клюковка растет что интересно дикая совсем пропала культурная так наполовину то ли ранее ранее осталось три кустика позднее полностью не вот еще какой-то купили зимой сюда воткнули когда снега еще не было начале зимы и вот она кустище такой большой растет не знаю почему в биоплато не садят клюкву и полезно и интересно красиво вот что у нас тут аэр ну насос осталось купить чтобы вот это отсюда вот эту муть перегонять сюда и чтобы через эту суперсистему но стекаловый красота прям жалко под подходить к этой суперсистеме переделал был слив простой под камушками переделал эти камушки положил трубу и обернул мухом получилось так вполне себе нашлепал мха этого под камнем но получилось мне кажется таки лучше чем вот это вот вот это вот вон вот такая вот у нас перезимовавшая красота в апреле вот честно говоря в принципе годовой цикл уже закончился рассказов про пруд даже не знаю стоит снимать дальше не стоит посмотрим все что интересно будет буду рассказывать на этом все спасибо за просмотр собачка передает привет на побоченье